Добрый вечер! Я рад всех присутствовать, я прошу прощения за то, что мы не очень точно начали. Обычно, точнее, ну вот видите, что-то мне пришлось налаживать, но у нас все впереди, я думаю, что нам все время хватит, и Виктор Павлович тоже мне думал, что времени будет достаточно. Мы сегодня работаем по программе анонсирования будущего доклада Вильянов Тавазович Геодокен, ну и потом я еще объявлю про основной доклад. Вильянов Тавазович, пожалуйста. Да, вот мой доклад называется «Организм Менделисм. Крах или Смерт парадигмы». Так, пожалуйста. Ну, тут мои данные есть, пожалуйста. Да? Пожалуйста. Да, значит, в докладе я хотел получать карцину. К 150-летию юбилея дарвинизма и почти менделизма, они, к сожалению, великому сожалению, зашли в глубочайший кризис. Вот об этом я буду говорить, рассказывать. И сейчас дарвинизм и менделизм могут спасти от краха только смена парадигмы. Об этом говорят огромная масса, растущая масса загадок, которые потоком производят молекулярные биологи, и которые до сих пор не могут объяснить никто. Ни сами молекулярные биологи, ни классические генетики, ни дарвинизм. Вот об этом я буду говорить. Значит, здесь краткий обзор, какие были вот за 200 лет. Этот год юбилея, много юбилеев. 200 лет дарвину, 150 лет дарвинизму и прочее, прочее. Так, схематически картину, каким образом, как случилось, что вот они оказались в таком умочайшем кризисе. Ну, пожалуйста, здесь я сейчас не буду об этом рассказать. Следующий, пожалуйста. Потому что за 25 минут, естественно, надо. Значит, ровно в столетии дарвинизма, в 1959 году, я оказался в ингрекардском институции и обнаружил, что биологи не могут объяснить, для чего Бог создал два пола. Тогда я придумал такую трактовку, что два пола, раздельная полость, это вовсе не репродуктивное явление, а эволюционное явление. И объяснил всем, что это специализация по сохранению и изменению любого гена, любых качеств, любых признаков. А это осуществляет дихронная эволюция. То есть новый модус эволюции, по которой происходит все это. Считалось, что два пола эволюционируют синхронно, одновременно. Оказалось, что нет, они эволюционируют по очереди. Сначала менее ценный мужской пол, чтобы проверить все-все новые гены, прежде чем передаваться более ценному, главному полу женскому. Поэтому женский пол арьерка, мужской пол авангард. Так вот, здесь нарисована схема, простейшая схема, в которую укладываются все эволюции всех бинарно сопряженных дифференциаций. Начиная от пола, кончая ДНК белками, кончая государство, правительство, больница, поликлиника и так социальными, астрономическими, звездами и так далее, и так далее. То есть оказалось, в дальнейшем оказалось, что эволюционный дихронизм гораздо богаче, гораздо фундаментальнее, чем, раньше я думал тоже, чем половой диморфизм. Так, я думал, что из полового диморфизма вытекает какая-то частная аналогия этих других двойных систем. Но оказалось, что ничего подобного. Все наоборот. Так как эволюция, эволюция более древнее явление, чем пол, чем раздену полость, то сейчас я пересмотрел все эти вещи, и оттуда оказалось, что масса интереснейших выводов можно сделать. Как? Здесь, в частности, показано, что все двойные системы такие, зиготность, гометность, два полу в популяции, два полушария мозга, ДНК белки и так далее, и так далее, и так далее. Все они эволюционируют по одной простейшей схеме. Всего четыре стадии. Первая стадия, когда две подсистемы, вот сначала вот здесь приведено с левой стороны для уникальной системы, то есть без половых или гермафродитных форм. То есть вот стабильная по оси филогенетическое время, и по оси ординат филогенетическое время, а по оси абсцисс, верхняя кнопочка, другая гермафродитная ось. С этой стороны среда, с той стороны система. Вот такие координаты. Так вот, тут, как видно, стабильная стадия. Первая стадия – это симметрия отсутствия признака. И в одной, и в другой подсистеме признак отсутствует. Следующая стадия – эволюционная. Эволюционная стадия – появление признака. Признак появляется только в одной подсистеме. Вот здесь две подсистемы. Оперативная подсистема – нижняя, это нижний маршрут этого мужского пола, вот так, 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 так. А в этом маршрут – женского пола, консервативных подсистем. Значит, эволюционная система – появление признака. Дальше снова стабильности, система стабильности, симметричного, наличия признака уже, присутствия и там, и там. Наконец, когда этот признак уже пустарен, или того хуже, если стал вредным, наступает следующая стадия эволюции. Утраты этого признака сначала утрачивает оперативную подсистему, мужской пол, потом консервативную подсистему. И дальше для следующего признака повторяются все четыре стати. Ну, ничего проще не может быть. И кроме этого ничего другого и не существует. Вот такая трактовка была. Отсюда очень интересный вывод, что на этом графике есть участки, есть участки сугубо мужских генов и сугубо женских генов. Ну, мужские гены еще грехом пополам классическая генестика признает, потому что существует тигрик-хромосома, который никогда не попадает к женскому полу. А вот сугубо женские гены не так очевидны, но они тоже есть. Ровно столько поколений, сколько вот здесь гены существуют как сугубо мужские, то есть карантинные, и грех-хромосомы это роддом генов, одновременно карантин генов и так далее. Несколько функций интересных у грех-хромосомы. Роддом и крематур генов и еще салон омоложения генов. Там гены омолаживаются. Так, следовательно, вот такие функции. Такие же, да, у женского пола сугубо женские. Гены это архивные на всякий случай, так как каждый ген женский пол получает с таким трудом через мужской пол, то имеет смысл сохранить эти гены некоторое время. Если вдруг ледник решит отступить или наступит в старые другие условия среды, женский легко возвращает эти гены, пользуется ими, не обращаясь к помощи мужского пола. Так, вот эта картина. Следующая, пожалуйста. Теперь вот здесь, да, на этой картине подложено и по оси координат, и по оси абсцисс подложено одно и то же. уровни организации. Начиная от простых молекул. Тут много для меня, большая точность не нужна, подробности не нужна, поэтому общую идею передает эта картина. Вот в этой желтой трапеции находятся репродуктивные функции. Вот репродуктивный пол, только вот в этом участке. А вся остальная территория занимает эволюционный деморфизм. То есть это эволюционные дифференциации, а не половые. Они никакого отношения к полу не имеют, кроме общей гиберметической структуры. Так, теперь каким образом отсюда делается выбор? Вот здесь я взял четыре вида, классических четыре вида форм размножения. Первое – это бесполые организмы, гермафразитные организмы, раздельно-полые моногаммы и раздельно-полые планегаммы. Вот видите, вот эти треугольнички. Какой их смысл? Вот возьмем гермафразитов. Гермафразитный организм, как известно, на уровне организма – это унитарная система. Каждый червяк одновременно, и самец, и самка. Но этажом ниже, там идет четкая, уже наступила дифференциация. Есть гометы женские и мужские, есть органы женские и мужчины, а вот организма еще нет. Так вот, этот треугольничек, вот этот треугольничек, вот этот треугольничек, вот эта точка как раз перехода от деморфизма репродуктивного к унитарности. То есть кончается вот в этих точках, вот здесь, 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 кончается деморфизм. И как видите, дифференциация идет, дифференциация идет всегда снизу вверх, дифференцируются сначала разные молекулы, ДНК, белки и так далее, и так далее, и так далее. И в последней очереди дифференциация идет снизу вверх. Так вот, закон здесь вот такой, если мы экстраполируем сюда, вниз, думали, будет отдельно, можно еще дальше, до Менделеевской таблицы и так далее, это буду считывать, и в эту сторону вверх, социальные системы, да, ну после, понимаете, вот одна граница с этой стороны, бесполые организмы, ну тут еще, хоть и у них, у этих организмов пола нет, но, ну поскольку название фигуры бесполые организмы, у них есть дифференциация Гомет и Сома, скажем, это, ну можно считать половая, можно считать эволюционную дифференциацию, это не важно, не страшно, четкость границы мне не нужны, так? Но, в этом месте кончается уже функция половой дифференциации, и с этой стороны, когда мы переходим, да, следующее, значит, разделено полные моногаммы, уже на уровень души, на уровень организма они дифференцированы, но моногаммы фактически разделены пополам гернафродиты, то есть они не пользуются никакими преимуществами, плюсами популяционного уровня, а вот разделено полные полигаммы, они уже на популяционном уровне, уже дифференцированы, так? Там есть уже соотношение полов, один самец может обладать много самок, или же наоборот, много самцов, то есть избыток самцов и одна самка, понятно? Ну, там вот так, ну, полигения или полиандрия, так вот они используют еще один уровень, но поскольку мы перешли к следующему, к следующему их уровню виду, так тут уже он не играет никакой роли, тут уже дифференциация остается только эволюционная, то есть различные популяции, есть вариаторы, есть центральные популяции, есть периферийные популяции, значит, это уже чисто эволюционная дифференциация, так? Так, когда мы это экстраполируем в эту сторону, вниз, то здесь у меня, значит, консервативные подсистемы окрашены красным цветом, вот буквы С, видите, весь это ягод, белок, а оперативные синим цветом. Так вот, здесь репродукционный пол, это х, х и х, у, вот цвета тут видны, у млекопитающих вот так, а у птиц все наоборот. Отсюда можно сделать вывод, что пол гораздо более фундаментальная дифференциация, чем гометность, то есть чем хромосомный пол, генный пол. Генный пол не так важен, может быть, и так, и так, а вот эволюционный пол всегда в одном направлении, консервативная, консервативная подсистема всегда женский пол, оперативная подсистема всегда мужской пол, более близкая к среде и более дальней от среды. Так, вот такой принцип. Отсюда видно, что если мы экстраполируем до молекул, то мы у молекул тоже, у молекул тоже должен существовать эволюционный, деморфизм эволюционный. Иначе жизнь не могла произойти без двух фундаментальных началов – сохранения и изменения. Так, вот эту вещь, значит, экстраполируем. Тогда, если есть аналог пола, если есть деморфизм, то должен существовать и молекулярный пол, то должен существовать и молекулярный деморфизм. И оказалось, что таким молекулярным деморфизмом является ничто иное, как CH3-группа, CH3-радикал. И отсюда следует масса интереснейших выводов. Пожалуйста, но я, к сожалению, гребы не могу расходовать. Так, давайте, следующее я постараюсь дать. Да, от этого мне удалось обобщить половые гормоны. Ну, предложив новую трактовку пола, я, естественно, уже дальше, а так как от коренного понятия пола существует 30-40, несколько десятков производных. Половой процесс, половая дифференциация, половая психика, соотношение полов, деморфизм полов и так далее, и так далее, и так далее. Хромосоны половые, гормоны половые. Следовательно, я мог уже, переделав коренное понятие пола, по очереди переделываясь, дать эволюционную трактовку каждому из этих производных. И тогда я сначала, сначала, ну это годы проходили, конечно, сначала я эволюционную трактовку половых хромослов, потом эволюционную трактовку половых гормонов, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, здесь, здесь, во-первых, показана, во-первых, здесь, значит, показана схема, это бесполые существа, это, простите, вот тут нижняя часть не видна, тут такая же кривая для бесполых. Ну, не вошли в рамку, не страшно, это гермафродитные, а под ними бесполые существа, так, бесполые, гермафродитные, потом раздельнополые птицы, мелкопитающие птицы. Так, что же я говорил? Как я уже говорил, мужской пол всегда, здесь, видите, гетерогаметный пол самки, а не это системный пол, а средовой пол, экологический пол, всегда самцы. Так, и И, 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 З, З в санцы. То есть, то, что я уже говорил об этом. Но тут другое. Отсюда можно вывести другой принцип. Поскольку известно многочисленные эксперименты на русах, растениях, животных и так далее, и так далее, не буду говорить об этом, значит, было показано, что вот эти три вида размножения – это эволюционный ряд, конститутивно-факультативный эволюционный ряд. То есть, каждая из них, эти произошли из предыдущих, эти произошли от гемофрозитов и так далее. А в таких рядах, ну, это происходило тогда, когда они жили, вот эти популяции жили в одном месте, в одном климате, в одних условиях. Следовательно, так как это происходило на одной земле, на одном месте, в одних и тех же условиях в одно и то же время, то, естественно, сделать вывод отсюда, что вот эти самые оптимумы, оптимум этих предковых форм, должен совпадать, быть в середине вот этих оптимумов самок и самцов. То есть, они тесно связаны, эти оптимумы, между собой. Вот это принцип общности оптимумов. Отсюда можно вывести обобщенную трактовку половых гормонов. Как известно, вещества эстрогены и андрогены, половые гормоны, они химические антагонисты. То есть, так как кислота и щелочек примерно. И концентрация везде. Если рисуем концентрацию, вот этот, нуль андрогенов, единица эстрогена, то эстроген будет наоборот, нуль здесь, единица здесь. Наоборот, я показал в своей схеме. Понятно, да? То есть, они дополняют друг друга до единицы. Тогда можно трактовать половые гормоны. Половые гормоны, как пишут журналисты сейчас, вовсе не половые, а общевойсковые. То есть, женские половые гормоны, те, которые мы считали половыми, это вещества, удаляющие от среды и тем самым тормозящие эволюцию. Вот их истинная функция. А вот мужские гормоны, половые, так, наоборот, это вещества, которые приближают систему к среде и ускоряют эволюцию. Вот их трактовка новая. Так вот, я использовал эту трактовку. Пожалуйста, смотрите, если можно. Да, ну вот здесь, ну я это пропущу. Вот здесь, знаете, ну это теория рака связана. Вот если это переход от, переход от генного хромосомного пола к гормональному полу. Ведь я в 65-м году опубликовал теорию генного пола, генотипического пола, хромосомного пола. Так вот, как перейти? Я решил, я известно, что хромосомный пол диморфный. Икс, 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 икс. И нет промежуточных дробных полов. Там полтора икса и так далее. Но гормональный пол, он непрерывный, полиморфный. И мало того, они перекрываются. Вот если это распределение, гормональное распределение женского пола, а вот это гормональное распределение мужского пола. И здесь существует зона трансгрессии. Они перекрываются частично. И тогда я решил пойти на маленькую хитрость. Не перейти сразу от диморфизма к полиморфизму. А от диморфизма перейти для одних целей удобнее. Для проблемы рака удобнее к триморфизму перейти. То есть там, где два пола не перекрываются, вот они вот так. Там, где не перекрываются, это чистый женский пол. Это чистый мужской пол. А там, где перекрылись, это совместный, срединный пол. Трансгрессив, зон трансгрессив. И тогда, и тогда получается, что для одних проблем, решения одних проблем удобнее разделить на три пола, три морфизма. Вот это женщины. Да. И вторая хитрость, на которую я пошел, чтобы облегчить себе дело, жизнь. Значит, заменить, я решил заменить концентрации, соотношение концентрации гормонов пропорциональными частотами, тоном голосов, которые они определяют фактически. И тогда у меня система из трех или шести дробных полов. Так, тогда сопрано, мецо-сопрано, контральто, бас, баритон, модельный пол и теноры. И тогда, вот отсюда я вытащил две теории рака и гомосексуализма. Так, из этой концерты. Так, пожалуйста, следующий, посмотрим. Да. Так вот, и сразу вот этого достаточно. Решаются все абсолютно, да, у меня была одна картина, слайд, который, к сожалению, не нашли. Там список загадок, которые сейчас фигурируют. Весь мир бьется над этими загадками. Но ни одна из них не имеет разумной, не смешной трактовки. Так? И, к сожалению, этот список там где-то существует, но не открывается. Так? Но какие там загадки? Загадки старые и новые. Вот это одна старейшая загадка, которой до сих пор классическая генетика не может объяснить. Которая основывается на синхронной эволюции, синхронном образе эволюции, да? Загадку мула и лошака или рецепропных гибридов. Загадка заключается в том, что рецепропные гибриды, ну, когда папа осел или мама осел. Так, понятно. Значит, если вы, да, ну, известно, что лошади, лошади осел произошли от тарпана. Это разновидность лошади Пржевальского. Так? Тогда, если это известно, то мы можем подобрать время, масштаб временем таким образом, чтобы нарисовать здесь структуру, когда самцы уже разделились. Дивергентная эволюция. Самцы уже разделились в шеребец, и осел уже отличаются друг от друга. А так как это много-много поколений отсюда-сюда, так? А вот самка еще общая, самки еще не разделились, так? И тогда, если мы жеребца скрещиваем с общей самкой, то аддитивное наследование, папа плюс мама пополам, это когда нет доминирования, нет рецессивности. Попадает вот в эту точку, в среднюю точку. Так, это лошака. И осел, скрещиваясь с самкой Тарфана, попадает сюда в мул. Так вот, загадка заключается в том, что все рецепропные гибриды, и осел, и мул, все они попадают почему-то в отцовскую породу. И это классическая генетика. В принципе, оставаясь на синхронном бодусе, на паразигме синхронной эволюции, в принципе, не может объяснить уже 8-10 тысячелетий, как только человек начал скрещивать осмос-божье. Вот эта загадка объясняется очень просто, элементарно. Если вот это, когда вот эта информация отсюда-сюда, это те новые гены, которые в том треугольнике, который есть у самца, но еще не дошли, они недостаточно проверенные и не дошли до самого генома самки. Они, это новые гены. Так вот, следовательно, по новым генам доминирует отцовская порода, так как если гены у матери нет, то тогда точка попадает вот сюда, ближе к отцовской породе, да? А по правилам рычага получается, что доминирует всегда отец. Но теория говорит, а в каких случаях будет доминировать мать? Когда будет конвергентная эволюция? Когда будет сближение их? Вот я на... Ну, для человека 1970-е годы было показано. Я уже... Пока часа прошло, 30 минут. 30 минут прошли. Да, прошло уже, да? Да, да. Последние. Давайте несколько слов, как так, нас заинтригуете. Да, ну, хорошо, видите, все делаем в том... Да, ну, а вот это, значит, картина для доминирования матемистской породы. Тогда давайте эти самые картины, я расскажу там, где... Ну, нет, это не много. А, это же другая лекция. Нет, картины подряд, давайте. Моя, понимаете. Нет, нет. Так. Да, понимаете? Нет, ну, откройте. Что он? Нет, тот же ряд, дальше, да, цель? Да. Синий ряд. Синий. Нет, пауэрпоинт. Пауэрпоинт, да. Пауэрпоинт, да. Там же, дальше, потому что у него сверху, да. Да. Угу. Ну, вот. Да, вот с водой, скажем, что я. Вот с водой. Вот с водой. Нет, нет. Ну, идет циклит. Нет, ну, это, нет, не это. Назадский, да. Ну, может, мы открыли это. Вот смотри. Вот эта картина. Там же не видно, как он. Да, вот так. Два раза. Крайний, да. Не увеличивается. Десятый номер. Не открывается? Нет. Вот, вот, пожалуйста. Ну, то, что я сказал, что CH3 группа, ну, вот это, пожалуй, самая интересная вещь. Так, значит, как только я заподозил, что CH3 группа является половым деморфизмом молекул, то есть не половым, эволюционным деморфизмом молекул, молекулярно-революционным деморфизмом, да, ну, тот же вскочил, посмотрел эти самые формулы их, да, и, ну, сначала я не заметил, что здесь ароматическое кольцо и разочаровался, тут 2 CH3 группы, а тут одна всего, то есть все наоборот, понимаете. Оказалось, значит, оказалось, что одно ароматическое кольцо равно равняется 2 CH3 группам. То есть, значит, картина такова, вот их, если вы бинарно сопряженную систему пару, экстраполируете назад, приходится к исходной прародительской молекуле. Так, и все происходит очень просто. К исходной молекуле в нейтарной добавляется 2H, 2О. Может, любой радикал, вначале я не понимал, почему любой годится. Оказывается, любой годится. Почему? Просто у меня ось ординат, масштабы ось ординат и абсцисс, они связаны, да, поэтому несколько разных радикалов дают одно и то же, да, значит, 2H группы. Тогда это становится OP, значит, фронт вредного фактора идет с этой стороны. И тогда приобретает OP ближе к среде, получает от среды 2 молекулы, получает по CH3 группы. Одна из двух молекул, одна получает, другая тут же образуется, значит, пенсировательная система. Образовалась тройная система, сопряженная уже, и эта система эволюционирует, значит, по тем правилам. Это отходит от среды, от среды уходит и тормозит эволюция, попадает вот в эту точку. А вот эта система, наоборот, уходит к среде и эволюционирует дальше. И вот получается, вот эта линия получается вот такая. То есть произошла эволюция от среды и линии вот на этот кусочек. Вот так идет эволюция. Если вдруг, давайте лучше из-за стола всегда немножечко голодным вставать. Вы знаете, тогда получается, что это просто грандиозная картина, что все, каждая молекула ДНК, каждая молекула пинтов содержит в себе нить, виртуальную энтропийную нить, которую я назвал энтропийной. Это не что иное, как шкала времени эволюции, феногенетического времени. Вот почему. И думаю, что вам это должно быть очень. Спасибо. Спасибо. Но отсюда следует, вы знаете, как на маленькую гору поднимаешь, сразу огромный ландшафт и ты видишь, что ты на малюсенькой горе, а там гораздо более крупные горы. Все, спасибо за внимание. Просите, что я... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас все вожу. У него готов. У меня есть. Присаживайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но я с самого начала должен сказать, что отыскание даже природы, времени – это не самоцель. Не самоцель. Дальше следует очень ответственный этап проверки этой концепции, то есть внедрения в физику. И тут возникает, в общем, проблема. А с какой стороны вообще начать эту проверку, это внедрение? И надо сказать, что история развития физики предопределила, подготовила целое обширное поле, на котором можно проверять наши модели. Что это за такое поле? Это равновесная термодинамическая теория. То есть термодинамика, фундаментальный раздел физики, в которой, тем не менее, нет понятия времени и нет понятия координат. То есть, пожалуйста, вот имеется у вас ваша модель времени, пожалуйста, можно эти концепции проверить. Итак, речь идёт о проверке. Вот такой концепции, о которой я несколько раз раньше догладывал, но здесь она в какой-то степени устроена. Вот эта концепция, которая рассматривается, можно было бы сравнить, скажем, с концепцией, вот концепции парадигмальной классической механики. Когда-то была классическая механика, потом появилось её обобщение, квантовая механика. Так вот, нечто подобное и рассматривается здесь. Но когда касается не механики классической, а классической термодинамики. Вот была классическая термодинамика, а здесь рассматривается и обобщение этой классической термодинамики. И должен сказать, что даже более широкое, чем квантовое обобщение, это обобщение квантово-релятивистское. Вот, но это надо иметь в виду, и этому отвечает, вот вообще-то, и содержание, видно, последняя строка, посвящена вообще области физики, которая не существует. Это область физики, которая здесь названа как термодинамическая космология. Такой вообще не существует. Но вот в этом обобщении она, в общем, появляется и частично здесь раскрывается. Хотя, тут надо, конечно, отдельный доклад делать. Смология. Так. Чего дальше он... Не продвигается. Вот дальше рассматриваются основные особенности, основные металлогические особенности вот этого расширенной версии термодинамики. Ну и, конечно, этих особенностей, это, да, это особенность, вот я уже упомянул, что здесь совершенно не ньютоново-времени, ну, термодинамики вообще времени нет. А здесь используется не ньютоново-времени. Вот, это первая особенность. Вторая особенность, которая здесь отмечена, это, в общем, очень такая значительная особенность, связанная с обычной, ну, здесь об основе взята, конечно, современная, я ее буду называть стандартная физика. И эта стандартная физика, она основана на трех фундаментальных константах. То есть, они показаны, три фундаментальных константы. Три основных фундаментальных оснований. Так вот, в новой версии их четыре. Четыре фундаментальных константы. И этой четвертой константой выступает известная постоянная Больсона, которая здесь получила новое качество, как кванта энтропии. Это, в общем, основная гипотеза в этой теории. Дальше мы увидим, ну, в основном, гипотезы 2, гипотезы 2, то есть, это, ну, такая теория, она, вообще говоря, но детективная. То есть, она, в общем, теория построена на некоторой структуре, которая вот имеет вот эту вот систему. То есть, она построена без такого модельного, вообще говоря, принципа, без гипотез в виде каких-то сложных конструкций и так далее. Это надо иметь в виду. Дальше здесь, вот третий, но здесь вообще ни в этой концепции не используется понятие точки. Ни материальной точки, ни пространственной точки, ни временной точки. Здесь, в этой теории возникает, и вот дальше этому будет посвящен слайд, возникает так называемый элементарный, но макроскопический термодинамический объем, ну, который является основой, вообще говоря, этой концепции, и который от первого до последнего слайда, вообще говоря, фигурирует в этом докладе. Да, очень важно отметить, что, поскольку здесь нет точки и появляется минимальный вот этот термодинамический объем, то можно отказаться от дифференциально малых величин и перейти к физически предельно малым. Вот это одна из особенностей, и очень особенно существенно фундаментарных. Дальше, вот термодинамика, она, в общем-то, наука такая феноменологическая, в том смысле, что она как-то вроде бы абстрагируется от некоторых деталей. Физика ее иногда за это, вообще говоря, недолюбливает. Так вот, вот такая термодинамика, чем еще интересна, обобщенная термодинамика, что она, в общем-то, является в двух уровнях, в том смысле, что она фундаментально описывает вот вещественную среду, наблюдаемую среду, и как частный случай, подчеркиваю, как частный случай описывает, и среду не наблюдаемую, не наблюдаемую. В этом проявляется фундаментальность термодинамики. Не да, даже в классической термодинамике, вот инженерной практике, всегда говорят, ну а как вы, да, проверили свой эксперимент на термодинамике, а вы не проверяли, тем хуже, в общем-то, для вашего эксперимента. То есть и классическая термодинамика в сфере своей применимости, она вообще как бы выступает даже, для некоторых, впереди эксперимента. То есть она обладает очень большими таким прогностическими свойствами в сфере своего применения. А вот эта сфера-то как раз и расширяется, она остается вот в фенологической термодинамике. Ну и последнее, отмеченную новую область физики, о которой я уже говорил, это квантовая гравитация. То есть появляется возможность термодинамически строго описывать вот эту гравитацию. Ну вот дальше немножко опять поясняется вот это, поясняется, что значит переход от физически малых к вот этим физическим предельным, от математичных, от математичных, бесконечно малых, малых к физически предельно малых. В общем, вот в этом и есть принцип макроквантования. Микроквантование, то есть вы заменяете вот этим физически предельно малым. Причем вот эта обобщенная термодинамика обладает очень любопытным способом. Это показала просто практика использования этой термодинамики. То есть всегда, когда, всегда можно перейти вот этим физически предельно малым и не просто перейти формально, там, дельта икс поставить, дельта икс поставить, а можно подсчитать величину, это предельного малого, малой величины. И наоборот, если вы, в общем, этого не можете, не умеете, не можете почему-то сделать, то есть это значит, что вы просто отошли от термодинамики, изобрались какие-то модели, где этого нельзя сделать. То есть термодинамика обладает таким обобщенным, термодинамика обладает таким свойством, ну вот дальше я его буду называть, не локальной версией термодинамики, не локальной, ну просто хотя бы потому что там нет в этой точке. И вот то, что я сказал, свидетельствует то, что, но часто здесь на этом семинаре используется понятие кода природы. Так вот, я считаю, что кодом-то природы является вот эта обобщенная термодинамика, вот она так устроена. Вот в конце доклада, если я, конечно, не забуду, отвечу на очень любопытный вопрос, почему, скажем, вот существуют законы физики такие, какие мы их наблюдаем. Вот эта термодинамика отвечает на этот вопрос. Ну я на это восстановлюсь, может быть, позже. Да, ну вот еще такие, ну общие такие соображения. Вот термодинамическая иерархия, вот эта обобщенная термодинамика построена на неньютономом времени, на термодинамическом. Она рассматривает как наблюдаемую субстанцию, так и ненаблюдаемую субстанцию. Значит, вот вещественные среда в четырех агрегатах состояния рассматривается как наблюдаемая среда и ненаблюдаемая субстанция вакуум. Их здесь два уровня, оказывается, два уровня. И вот когда я говорю, что вот эти два уровня, я здесь нельзя понимать, что я строю какую-то модель. Я в своем докладе просто пересказываю то, что дает внедрение вот этой термодинамики. Здесь никаких вот таких измышлений не производится. Так, дальше. Реальные принципы в дополнительности в термодинамиках. Так, реальные принципы. Да. Значит, вот исходная гипотеза заключается в том, что энтропия тоже квантована. Ну, в квантовой механике есть квант энергии. Давайте решим, что и энтропия этого закона была, и примем, что квант энтропии есть постоянная вольтсмана. Вот характерно, что это гипотеза, но характерна ее формулировка, не в виде какой-то конструкции, где, в общем-то, что-то можно проверить частично. Можно прибавить, убавить какие-то свойства и проверять. Вот эта гипотеза, может быть, проверка так, либо да, либо нет. Либо да, либо нет. Ну, можно сказать, да, сославшись на работу по теории информации и так далее, но я на этом не буду остановиться. Вот дальше все выводы, которые потом будут фундаментально, ну, экспериментально проверены, да, показывают, что да, действительно, вот эта гипотеза работает. И что же дальше, как она используется? Берутся фундаментальное соотношение неопределенности квантовой механики. Вот они там, где-то первое, там, верхнее выражение. И так, если, ну, квант энтропии К постоянно пользуется, то минимальная термодинамическая энергия, это есть К, она положена на температуру, дельта Е. Ну, а если это дельта Е подставить вот в соотношении неопределенностей, да, но записано со знаком равенства, обычно пишется не равенство. Равенство, потому что я рассматриваю равновесие, термодинамическое равновесие. И я сразу же получаю вот дискрет времени, дельта Т. Дискрет времени дельта Т, это А, зеленое, это 2КТ. И тут вот приведено, приведен пример, что вот если этот дискрет зависит вот тут, но только температуру при нормале, температура 300 КТ равняется 10 минус там 14 секунды. Вот это вот дельта Т. И таким образом я в этом соотношении неопределенностей узнаю сразу две неопределенности, задав температуру, и неопределенность энергии, и неопределенность времени. То есть, в общем, таким образом, вы принципа вот такого известного фундаментального принципа дополнительного, термодинамики вообще, просто его не, этого принципа не возникает, неопределенность, неопределенность известна. Значит, вот что такое вот дельта Т в этом соотношении получается? Вот это дельта Т, это некоторый стандартный интервал времени, за который любая динамическая переменная, например, термодинамическая энергия, изменяет свое значение на величину своей неопределенности. Вот это трактовка дельта Т. Значит, вот уже на этом слайде появилось время, не ньютоновское, дискретное время. Так что там появится еще очень много свойств такого времени. Пойдем дальше. Вот здесь, значит, раз дельта Т, значит, да, вот, ну, я уже сказал, что точки нет, здесь не появляется никакой точки. Появляется термодинамическая ячейка. И вот как она появляется? Ну, если дельта Т известна, вот, дискретное время мы нашли, давайте умножим на самую большую скорость, на нас, возможно, С, скорость света, да, С, дельта Т. И мы получим размер, вот, макроскопический размер. Ну, вроде это будет, ну, макроскопический размер, но он, этот размер оказывается минимальный макроскопический, да. Минимальный макроскопический размер, вот этот дельта Р, вот он обозначен, это радио взаимодействия, если отравится вместе, взаимодействие легко, переходите к объему. Да, и вот этот объем, который дальше будет фигурировать, и который я буду называть иногда макроячейкой, элементарный термодинамический объем, вот он зависит только от температуры, только, ну, там, в знаменателе вошла температура, ну, а дальше там, ну, фундаментальные константы. Тут, вообще говоря, на слайдах, да нет обозначения, но здесь, в основном, на всех слайдах только фундаментальные параметры, какие там придуманные параметры, они здесь не фигурируют. Так, значит, вот дальше, значит, вот дальше, вот этот объем, вот этот термодинамический объем, он, поскольку он термодинамический, минимальный, ну, то есть, более детально, вообще, будет коснуться, вот, оказывается, он микроскопический максимальный. Вот так вот, за этим объемом лежит, вообще говоря, квантовая механика. То есть, я все время работаю на границе квантовой механики, вот этой термодинамики, или, вообще говоря, если учесть, что у нас есть макро-уровень экспериментальный, то я, как бы, нахожусь на перекрестке, вот, энергетику называют иногда перекрестком, классическим, квантово-классическим перекрестком. Так вот, я нахожусь с этой макро-ячейки все время на квантово-классическом перекрестке. То есть, вот, выше объемов, это у меня идет уже экспериментальный макро-уровень, а самой макро-ячейки, это минимальный макро-уровень. И вот это свойство минимального макро-уровня дальше рассматривается, привлекается, например, очень детально уравнение Максвелла. И что же оказывается? Ведь, оказывается, что вообще-то говоря, в современной физике применяется, для того, чтобы согласовать электрическое и магнитное поле, там специально вводится калибровочное поле. А вот в такой термодинамике, такой калибровке не надо делать. Почему? И там, вот, если вы видите, вот эти уравнения Максвелла, они, в общем, записаны симметрично. А вот эта дивергенция магнитного поля, силовая, силовая, вот, в решениях Максвелла, в уравнении Максвелла, равно нулю. А здесь оно симметрично. То есть, ну, вот это, это очень важно, принципиально, потому что настолько принципиально, что я вам скажу, что, скажем, вот, сейчас ищу частицу Хиггса. Журналисты хорошо, не достроено, прозвали частицей Бога, потому что якобы, а это Хиггс, это связано, в общем, с происхождением, ну, вещества, и связано с чем-то не с началом вселенной. Так вот, я скажу, что вот эти, а эта частица Хиггса, она основана на калибровочных полях, а калибровочных полях здесь нет. И частица Хиггса, вообще, она, в принципе, не может появиться. Ну, я уверен, что физики там что-то найдут, но потом, может быть, если останется время, расскажу, почему так получается. Сейчас только, вот, обратите внимание, что калибровочных полей нет, не возникает. И я подозреваю, что, вот, но калибровочные поля часто ведут в стандартной физике, к расходимости. Что это означает? Ну, в физике работы труд появляется, там, в знаменателе нуль, и появляются расходимости. Так вот, практика применения и развития вот этой обобщенной термодинамики показывает, что в этой термодинамике расходимости не возникает. Вот эти, наверное, у физика существуют даже специальные процедуры, чисто математические, которые называются перенормировкой. Вот, когда-то известный физик Фейнман очень остроумно называл это занятие физиком, про это перенормировкой. Он ее называл заметанием мусора под ковер. То есть, если вы не знаете, как избавиться от этих расходимости, да, ну вот, давайте, идите там, придумывайте, идите в математику, в то время, как надо бы идти в область физики, а не математики. Вот здесь, вот здесь их не возникает, и вот здесь этот слайд закончен вот такой фразой. Отсутствие расходимости – это основная предпосылка для введения квантовой гравитации. Вот очень многие физики, вот, когда обсуждают проблему, как бы перевести теорию Штейна и придать ей, в общем, квантовый вид. И приходят выводы, что надо, в общем-то, вводить перенормировку, а перенормировки годится только для электродинамика, а для гравитации это не годится. То есть, вот это отсутствие вот этих вот полей – основная предпосылка для введения квантовой гравитации. Да, вот еще, вот еще вот вопрос – существует ли магнитная монополия? Ну, в общем-то, физика отвечает, что сколько ни проводили исследований, сколько ни ставили экспериментов, всегда два польза. Монополий в природе не существует. Но дело в том, что вот эта обобщенная термодинамика, она охватывает как наблюдаемые вещи и ненаблюдаемые. И тогда они чаще всего называют, скажем, виртуальность. Ну, вот там будут, скажем, виртуальные параметры. Виртуальность – это, вообще-то говоря, реальность. В физике, ну, и физике тоже. Реальность, но реальность такая – ненаблюдаемая. Так вот, оказывается, вот эти вот монополии, они существуют, но ненаблюдаемые. Наблюдать их нельзя, но в теории они, в общем, в этом обобщении участвуют. Значит, дальше, вот здесь НМТ прогнозирует электрический объемный заряд. Но вот этот электрический объемный заряд, вообще говоря, в физике очень близко к электрическому объемному заряду. Заряд, называемый планковский заряд. То есть, планковский заряд, то есть, это берутся планковские масштабы, и там вводится очень подобный похожий заряд. Правда, он в два раза там больше, в два раза там выше. Вот, ну, потом, когда мы дойдем до планковского масштаба, может, я расскажу, почему так получается. И вот, поскольку монополь-то получается еще монополь, то возникает магнитный векторный монополь. Вот здесь вот обозначено. Да, вот, и вот этот электрический объемный заряд умножен на характерную скорость. Ну, этот вот магнитный монополь, да, на характерную скорость. То есть, где в этой скорости, это что-то, корень К, А, Т, это понятно. М – это масса макроячейки. Масса, М – это масса макроячейки обозначенная. Ну, и вот здесь очень важно, значит, отношение зарядов этого магнитного монополя к электрическому. Как раз обозначает размерность скорости, размерность этой скорости. А оказывается, что если взять это отношение для вакуума, для вакуума, то это будет постоянная константа С. Вот дальше, вот я, ну, дальше вот это приводит к выводу, и дальше я это убедитель в том, что, в общем-то, вот так вот написано, в последнее отношение позволяет ответить на вопрос, почему скорость света, скорость света не может складываться с движениями источника света. Они вот не складываются, не складываются. И вот, но вот эта обобщенная термодинамика, он дальше раскроет, ну, здесь уже, в общем-то, видно, потому что подлинный смысл скорости – это отношение двух зарядов. Двух зарядов, или вообще эти отношения двух зарядов, они равны, в общем-то, характерным параметру метрики дельта L, вот, ну, метрики пространственные к метрике временной, в общем, короче говоря, когда мы думаем, ну, и ясно, что если это нельзя трактовать так, уже очень, ну, может быть, модельно вы не можете трактовать, что это, ну, скорость там, да, она только модельная, но подлинный, да, подлинный-то смысл – это вот параметр, фундаментальный параметр метрики. И поэтому, когда у вас источник света двигается, то параметры метрики не меняются. И почему же эта скорость должна меняться? – Так, пошли дальше. – А, да, вот, квалификация дискретной электродинамики. Значит, вот, как это проверялось, вот, то, что я говорю, как это проверялось? Во-первых, вообще, говоря, можно косвенно проверить, можно связать, вообще говоря, вот постоянную тонкую структуру, альфа, да, к вот заряду, к объемному заряду, который здесь введен. Е нулевой здесь заряд электронов, да. То есть, не случайно, что альфа-то у нас очень часто, ну, стандартно, теория фигурирует, потому что существуют и электроны, и существует вот этот вот заряд объемный, который здесь появляется в этой обобщенной термодинамике. А вот, ну, это косвенно такая проверка, и не все с этим согласны. А вот прямая приведена проверка. Значит, вот, в физике существует так называемый угол Байнберга. Это квадрат отношения, квадрат отношения от электрона к заряду слабого взаимодействия. Это вторая там формула, да. Вот это отношение, в общем-то, фигурирует в электрослабом обобщении. Когда было проведено электрослабое обобщение, вот, заметьте, электрослабое обобщение с полями, вот с этими колебровочными полями произошло обобщение. То есть, в общем-то, уж нельзя сказать, что совершенно модельная система, она совсем не работает. Ну, просто вы подгоняете определенную структуру, и она, в общем-то, до некоторой степени, эта структура работает. Так вот, вот это отношение было названо синусом угла Байнберга, и оно зависит от калибровочных полей. Вот, в теории, вот, это не для слабого заглядилось. А, смотрите, а вот в этом обобщении и калибровочных полей нет вообще. Ну, вообще нет, а как же? А вот это отношение появляется. И, конечно, не связано ни с какими-то там, но, калибровочными зарядами и так далее. Вот здесь приведена, значит, да, приведена экспериментальная величина. Вот это предвидено, вот этот угол Байнберга ведет, но, к сожалению, его теория не дала значения вот этих отношений. Вот такой вот угол существует, он связан с калибровочными полями, но читать, ну, самоотношения нельзя. А в физике знают это отношение. Вот квадраты это отношение равен 0215. А вот выше приведена обобщенная термодинамика, формула и высчитана. Вот можно было бы посчитать еще точнее, если позволяли, там, константы, некоторые константы позволяют. Вот первые три знака – это очень точный эксперимент. Точный эксперимент. Значит, это, вообще говоря, очень такое, очень хорошее, очень точное экспериментальное подтверждение вот всей этой электромагнитодинамики, которая здесь задействует. Которая здесь задействует. Да, вот, значит, я говорил об этой вот термодинамической ячейке, и здесь вот приведены страты, то есть, в общем, ипостаси вот этой элементарной термодинамической ячейки, как ее можно рассматривать. Вот в термодинамике, вот сначала тут указывается, в термодинамике ее можно, в общем, рассматривать, как элементарный макроскопичный цикл карман. Вот когда, вот, взяли, ну, хорошее основание по термодинамике, вот, когда-то у нас в университете заведующий Кафферов был известный вообще, как его всемирно известный физик Гурман Александрович, он в своей книге об основаниях термодинамики показывает, что основанием классической термодинамики является элементарной термодинамики. Элементарный цикл карман, но только у него, он элементарно-то был изображен через математические дифференциальные малые величины, а здесь эти математические дифференциальные малые величины, они переходят в предельно физические конечные малые величины, которые подчитываются. Может возникнуть вопрос, а что же тогда там появляется в этом элементарном цикле карман, что там появляется за дельта Т, разность температуры, да, мы привыкли, знаете, это должна быть разность температуры. Так вот, эта разность температур и является квантовый разброс температуры. Квантовый разброс температуры. То есть, квантовое рассеяние температуры. Конечно, оно очень мало при нормальной температуре. Там, если квантовый разброс может составлять там 10 минус 8 кемен, или меньше, но это не имеет значения. Не имеет значения, важно, что нуля здесь, и вообще, как, и бесконечности нигде не возникают, но возникает очень малая величина, и астрономические очень большие величины могут появиться, но бесконечности появиться не могут. И, значит, и так, когда элементарно... Так, первый докладчик немножко моего мира... У вас есть время, не тревожит. Да, но я не могу, куда мне еще говорить, только, наверное, треть прошел. Так, ну, я побыстрее. Значит, дальше... Значит, это вот цикл Карно. А вот с точки зрения электродинамики, это можно рассматривать как элементарный объемный резонатор с элементарной емкостью и интуитивностью. И тут приведены формулы, которые получаются для элементарной емкости, фарада, да, и вот для элементарной интуитивности. И вот самое главное, самое здесь принципиальное, то, что эта махрая ячейка, она проявляет себя и в квантовой гравитации. Как? А вот физики знают, что вот есть так называемая... Физики знают, чтобы подойти к гравитации, разобраться к гравитации, нужно обладать суперсиметричной... Такой суперсиметричной схемы, схемы, в которой, или циклы даже, в которой и бозоны, и бозоны, и фермионы были в одном флаконе. Да, вот они должны быть вместе. А сейчас, конечно, в физика отдельно фермионы, отдельно бозоны и так далее. Так вот, элементарная в квантовой гравитации, вот эта макрая ячейка, и может рассматриваться как суперсиметричным циклом, в котором участвуют и фермионы, и бозоны. Это, в общем-то, предпосылка и основное положение, основание для создания вот этой вот квантовой гравитации. Ну, вот здесь я просто... здесь вот пройду побыстрее. Здесь просто последовательность введения в рассмотрение квантовой гравитации, и дальше я более подробно расскажу. Сначала там вводится... вот в этой макроячейке применяется уравнение полусоны, и в этой макроячейке, в которой масса ее при нормальной температуре 10 минус 13 килограмм, вдруг появляются там астрономически большие массы. Значит, дальше, вот второй шаг, это формулировка вот второй такой гипотезы, она более сложная, и она является аналогом, в общем-то, вот принципа относительно... Ну, принципа эквивалентности Эйнштейна, гравитационной массы и тяжелой массы. И дальше... а дальше идет привлечение метрики Минкоста. Ну, а это мы потом по квадро... сразу подробнее будем. Посмотрим сейчас. Так. Так, значит, вот теперь более подробно. Значит, вот, значит, применение уравнения Пуассона, вот, для определения, ну, зарядов, ну, зарядов, гравитационных зарядов, вот оно приведено, приведено там в верхней строке, да, показывает, что это гравитационный заряд в макроячейке. Ну, 10, вот для нормальной температуры, 10, в 31 степень килограмм. Ну, как это может быть? Макроячейка, там масса макроячейки, вот, при этой температуре, там, 10 минус 13 килограмм. То есть, она вот на 40 с лишним порядков, это килограммы, это гравитационные заряды. Значит, дело в том, что надо иметь в виду, в общем, ну, иметь в виду, что килограммы, и вот, гравитационная, как гравитационный заряд, и килограммы, как масса, в общем-то, они различаются. То есть, вот, вообще гравитационные заряды, в общем случае, в общем случае, их можно перевести в энергию, да, в энергию, но в энергию гравитационную, но не инерционную. То есть, так вот появляется фактически, появляется скрытая энергия, гравитационная энергия, колоссальная в этой вот макроячейке. Но заряды, там, появляется два, он там плюс-минус, да, эти, вообще-то, эту гравитационную энергию мы можем не замечать. Ведь у нас время-то дискретное, там, эти заряды с большой частотой очень изменяются. изменяются, но, тем не менее, тем не менее, надо, в общем-то, как-то продвигаться в теории дальше, да, в гравитации. Хотя, в общем-то, заряды, они вот симметричны, они одинаковы, вот это, вот, они порционно показывают. И вот дальше-то, и как раз вводится гипотеза, вот для того, чтобы продвинуть эту теорию дальше, продвинуть эту теорию и дальше разобраться в этой гравитации, значит, приходится, вот, вводить гипотезу, которая является аналогом принципа эквивалентности гравитационной и инерционной массы. гравитационной массы, то есть, вот эта гипотеза, вот эта вторая вообще гипотеза, но она у Эйнштейна есть, она сделана для экспериментального макроскопического уровня, а здесь эта гипотеза сделана для фундаментального элементарного термодинамического уровня. Вот только в этом вообще два различия, хотя, в общем-то, в структуре, конечно, не отличается. То есть, делается вот какое допущение. Делается такое допущение, что вот эти заряды плюс и минус, да, они, вообще-то говоря, не точно сбалансированы. То есть, электродинамика, на которую они у вас положены, она не полна. Что-то, ну, получилось так, что они абсолютно точно. Значит, допускается неточность. Неточность. Вот это она обозначена неточностью, вот во втором, там, ну, вот соотношение, где-то такое, гравитационное. Это неточность. Неточность приравнивается, приравнивается к массе макроячейки. Он там вправо, м, это масса макроячейки. А вот этот дельта куб просто приравнивается. Что вот это вот, это есть результирующий заряд. Результирующий, вот эти кубы вверху там написаны. Это вот, они основные заряды, а это вот результирующий. Принимается, что результирующий заряд положительный. И это есть видимая масса. Видимая масса. Вот и когда ты, как-то я упоминал, вот, но, эту саму частицу Хиггса, которые сегодня ищут на коллайдере, да, вот они ищут вот эту вот, такую вот эту частицу. Именно частица Хиггса. Им, они, наверное, думают, что она им поможет разобраться, как произошла Вселенная. Хотя, в общем, она основана на калибровочных полях, но ее назначение то же самое, что и здесь. То есть, как выйти на появление массы. Как появляется масса, наблюдаемая масса, из, в общем, вроде бы, из лучших звалков, да. Ну, вот здесь вот это вот дельта куб. Значит, вот здесь, конечно, я не могу определить вот это дельта куб. Я думаю, и на коллайдере они нет. То есть, частицу Хиггса не там могут найти. Потому что структура, они, в общем, так, так. Структуры могут там какую-нибудь, частицу могут принять за бозон там и так далее. Но, вот здесь я, например, не могу проверить экспериментально, да. Но я могу провести, проверить выводы, что вот из этого соотношения следует. Вот из этого соотношения я могу найти, например, вот это дельта Т, вот там показано. Дельта Т – это квантовый разброс температуры, добавка квантового разброса температуры за счет гравитации. За счет гравитации. Вот я называл там квантовый разброс за счет, за счет температуры, за счет электродинамики, называл там 10 минус 12, а это вообще, говоря, еще на десятке порядков. Меньше, но она вообще фигурировала, да. Значит, появляется дельта Т, и ее можно найти вот из этого соотношения. Из-за этого соотношения. Видите, у нас завязано уже уравнение полосцона. Вот это вот, она, этот вот гипотез завязана. А потом вот это дельта Т можно, тут еще нет метрики Менковского. Дальше появится метрика Менковского. И дельта Т, без дельта Т вы метрика Менковского не реализуете с появлением там квантового гравитации, квантового бозона, квантового гравитации и так далее. То есть мы уже дельта Т используем через метрика Менковского. Потом можно, вообще говоря, и получить вот разброс массы, кроме из метрика Менковского, получить разброс массы, а потом выйти, оказывается, вот через метрика Менковского на гравитационные волны, на плотность гравитационного излучения. Можно выйти на плотность гравитационного излучения. А вот в этой термодинамике плотность гравитации и гравитационного излучения выведена была ранее на уравнениях типа объекта умового пойти. И сравнить. И оказывается, получается одно и то же. А аналитически получилось то же самое. Аналитически. То есть вот эти все соотношения, они аналитически связаны. Больше того, если вот я доберусь до планковских масштабов, то там, в общем, вот эти все гравитационные волны, плотность гравитационного излучения точно совпадает с плотностью электромагнитных волн. Абсолютно точно. Разные знаки. Разные знаки, но величины абсолютно одинаковые. Ну, в планковских масштабах там все взаимодействия фундаментальные. Они объединяются. И это естественно. То есть я хочу сказать, что вот это соотношение, я во всяком случае считаю, что оно тоже, вообще говоря, проверено. Вот проверено, ну, вот таким образом, просто логикой проверено. Значит, дальше. Да, вот уже дальше, значит, вот с этим дельта Т, который мы там получили, используется временеподобная метрика. Ну, метрика Минковская. Ну, временеподобная метрика означает, что события в точке, ну, классические в точке, проходят во времени. Ну, здесь, значит, события проходят во времени в этой макроячейке. И вот решая, используя вот эту метрику, вы получаете разброс массы. Разброс массы макроячейки. Именно такой корреляционный разброс массы. Массы дельта М. И вот здесь он показывает, разброс массы для, ну, еще нормальной температуры. Видите, 10 минус 45 килограмм. Это гравитон. Это гравитон. Это виртуальный гравитон. Но в стандартном виде, конечно, виртуальный гравитон нет. Вычитывать их нельзя. И, кстати, вот от предыдущего, вот это вот приведено пример от предыдущего слайда. Вот возмущение температуры от гравитации. Вот при нормальной температуре 10, минус 32 килограмм. Вот такое возмущение температуры. Возмущение температуры. И дальше, значит, вот высчитывается, высчитывается, но теория позволяет вычитать скорость этих вот фермионных гравитонов. И скорости этих гравитонов оказывается очень малая. Я ожидал, что она будет цель, скорость ветра. Нет, очень малая. И вот, ну, она фундаментальна, она входит, вот эта скорость входит в определение монополия. в определение монополия, да? И, в общем, эта скорость входит в силу. Вот в электродинамике есть такое понятие сторонняя сила. сторонняя сила, там она вообще сторонняя сила, да? Так вот, оказывается, ее можно на базе вот этой скорости, но собрать в макроячейке и определить эту стороннюю силу. То есть вот эти фермионные гравитоны ответственны за связь электродинамики с гравитацией. Электродинамика с гравитацией. То есть даже когда мы рассматривали электродинамику, она уже, в общем-то, частично уже была связана с гравитацией. Ну, вот, дальше вот потом мы посмотрим, как вот это введение вот этой вот этой гравитации, как повлияет на, вообще говоря, на электродинамику, на классическую термодинамику, на цикл Карно и так далее. Да, и таким образом заключение, что метрика вот эта, метрика временеподобна ответственно за проявление сил инерции. это так называемая пятая сила. Ну, кстати, ну, будьте немножко осторожны, поскольку, по-моему, пятая, понятие пятой сил входит в лженауку. Хотя на Западе широко пользуется этим понятным, хотя я взял тут в кавычки. Вот это пятая сила. Ну, физики обычно, ну, как они пятая сила, никто уже не встречался с пятой силой, они не должны встретиться. То есть классическая, классическая, даже вот классическая теория относительности вина классическая, почему она все должна учить? Ну, квантовые, широкие, квантовые вообще не достигнуты. Так, пошли все-таки дальше. Так, вот теперь пространство подобное метрика, это очень тоже очень интересно. То есть это значит в макроячейке вот в макроячейке ну, проходят события как бы одновременно в пространстве проходят одновременно такой смысл этой метрики. Да? Значит, ну, вот порождает возмущение температуры, ну, строго говоря, возмущение температуры взятое из другой, из там немножко другое. Ну, да, значит, появляется дальнодействующая эрмитогравитолога дельта-эрм. Дело лучше, что, в общем, как это мне покажется странным, но частично, частично, вот это вот дискретно обобщенная термодинамика приходит к выводам классической механики, к некоторым выводам классической механики. То есть, появляется не точно, я скажу, почему, но появляется почти, так вот я скажу, почти ньютоновское дальнодействие. То есть, конечно, ну, строго дальнодействие, то есть, там, где-то взаимодействие, мгновенное взаимодействие, на любое расстояние, конечно, здесь нет. Это дальнодействие конечное, но космологически огромное, может быть, дальнодействие на несколько, там, световых лет, например, может быть, дальнодействие. То есть, ну, раньше мы сказали, это просто Ньютоновское дальнодействие И одновременно как оно появляется Это опять, в общем-то, характерная особенность термодинамики Вот термодинамика не просто рассматривает систему Она рассматривает еще окружение И оказывается, вот у такой элементарной термодинамической ячейки Появляется окружение Появляется окружение вакуумное окружение И это окружение ограничено чем? Только горизонтом событий То есть появляется горизонт событий Понимаете? Горизонт событий Дальше, то есть это окружение конечное И вы его можете вычти для каждой температуры Для каждой температуры Значит, мы делаем вывод, что дальнодействие связано со свойствами метрики А не с... да Вот это я уже не сказал Как ни странно, это связано, дальше мы увидим, не связано со скоростью света То есть нельзя говорить, что раз у меня дальнодействие Значит, это теория дальнодействующая с превышением скорости света Нет скорость света Она остается константой, я вам сказал Константой вот этой вот светоносной метрики Светоносной метрики И константы здесь ни при чем Дальше следующий слайд будет В следующий слайд будет видно, как, ну, за счет чего это получается Получается дальнодействие Да, вот здесь так вот обозначено это дальнодействие Еще тут рассматриваю, что один такой интересный результат Ну, такой парадоксальный первым местным результатом Вот, по теории Эйнштейна, по теории Эйнштейна Одновременность относительна И эта относительность одновременности определяется константой С Как константой скорости Как константой скорости И на этом строится вся теория Эйнштейна Но поскольку обобщенные термодинаковы появляются дальнодействие И как мы увидим, это дальнодействие не связано со скоростью света, то появляется одновременность, ну, понятие близко к классическому, так как его мы всегда понимали, как Ньютон понимал, это, вообще говоря, одновременность. Ну, кстати, вот это вот дальнодействие, я забыл сказать, что еще связано, еще, по-моему, в общем, в опытах замечал, я так, по-моему, Козырев тоже замечал такое явление дальнодействия, но его и сейчас в физике, вообще говоря, не очень жалуют. Так вот, смотрите, значит, смотри, как можно, вот эта скорость света, раз, два, три, четыре, пять, вот видите, тут, и все, скорость света. Вот скорость света, ну, она, в общем, в конце там получается дельта L на дельта T, это метрика, это параметры метрики, дельта L и дельта T, это отношение имеет. Размерная скорость, вот это отношение и побудило, вообще говоря, физика считать, что C, это просто скорость света, скорость света. Конечно, но на вся оптика, там, геометрическая оптика основана на C, как на скорость света, но надо иметь в виду, что это все по модели очень удачные, но это не что-либо, просто как модели. Вот они, здесь C, так можно, представляется, как и отношение вот этих фундаментальных зарядов, и как отношение полей, в общем, одного силового, магнитного, не силового. И вот это, и так же, как, вот, это, ну, скорость даже, тогда это вот, ну, последнее, это соотношение. И при этом отношении можно взять и для вещества, то есть и для вещества, когда мы говорим, вот, скорость света в веществе, вот такая, это она меньше. Это значит, что характерная метрика в этом вещества, вот такая, как Дельта-Л, Дельта-Т, не больше, не больше. Хотя, вы можете, конечно, ее рассматривать, ну, она хорошо там моделируется, как, в общем, как некоторые появляются похожие структуры, но фундаментально это вот такие, такая, в общем, здесь, так вот, так здесь получается. Да, вот это, значит, и вот этот, вот это дальнодействие, это появляется, вот я там вначале сказал, что физических вакуумов два. Один светоносный, где действительно можно трактовать, что С, это скорость света, то есть это совпадает, вот это Дельта-Л, Дельта-Т. А есть вот другой вакуум, пространственно подобный, пространственно подобный вакуум, где, в общем-то, и вот Дельта-Л, вот это вот Дельта-Л, вот это расстояние, которое проходит, это вот можно было бы, вот нашли семинар, называется темпорально, вот этот вакуум можно было бы назвать темпорально, и эффект вот этот темпоральный, эффект, да, дальнодействия, это темпоральный эффект. Вот смотрите, Дельта-Л может быть сколь угодно большое, но не равное бесконечности, вот это Дельта-Л, да, а С как вот параметр, параметр метрики, как параметр вакуума, С остается С, а вот Дельта-Дискрет времени может быть сколь угодно велик, сколь угодно велик, то есть, ну, может быть бесконечность, бесконечность, да, но может быть, может быть, скоро, 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 скоро будет, во-первых, большие, так, мельчее, так, немножко еще есть, дабы, да, да, Так, пятый сел, мы говорили, дальнодействие говорили, значит, мы говорили. Вот теперь определение времени. Ну, вы можете просто почитать. Вот такое здесь, что значит время. Здесь дано квантово-релятивистское определение времени. Я просто прокомментирую и скажу, что здесь в этом определении как бы есть составляющая такая макроскопическая, философская. То есть, когда определение – это среднее, интегративное, характеристики фундаментального, фундаментального, фундаментального времени. Фундаментального времени. То есть, его макроуровно-экспериментарно можно сказать, что это средненная, интегративная характеристика. И по этому поводу философствует. Но наша задача – задача раскрыть, не утвериться вот этой общей философской трактовкой, а рассмотреть, а что это, ну, что это такое на, на элементарном уровне. И оказывается, оно очень много. И оно, видите, и время и необратимое, и дискретное, и неоднородное, и археичное. И, ну, мы часто говорим, время динамическое, и равновесие динамическое. Но вот интересно, что время не только, в общем, термодинамика, не только, конечно, статика, называют термостатикой на Западе. И мы понимаем, что равновесие к нам всегда динамическое. Но, оказывается, не существует в природе ни статического равновесия, не существует и динамического равновесия. Равновесие всегда эволюционно-динамическое. Эволюционно-динамическое. Да, вот здесь, это комфортно-динамическое. Ну, и дальше там немножко, вот я коснусь этого. Сделаю любопытное заключение. Что в любое место нельзя вступить дважды. Что имеется в виду? Да, метрика, метрика, вот это пространство, временная метрика, она все время меняется, ненамного, но изменена. То есть мы дважды в одно и то же место вступить. Но это место уже в чем-то оно другое. В чем-то оно другое. Значит, да, вот здесь природа необратимости времени. Вообще, очень такой, тоже любопытный такой результат. результат. Вот здесь изображен классический вообще цикл Карно. Вернее, не классический, ну, можно ее и классически считать, и термодинамический. В термодинах просто разность температур. Дельта Т две температуры, а другая дельта Т и энтропия С и С там плюс или минус дельта Т. Так вот, оказывается, что вот когда мы вводим квантовую гравитацию, квантовую гравитацию, да, то вот эти изотермы оказываются непараллельными, непараллельными, нарушается этот цикл термодинамический классический цикл Карно. Ну, конечно, это, в общем, нарушение очень незначительное, но я вам не считал, но думаю, что вот эта непараллельность и где-то они там сходятся, то есть это просматривается фактически геометрия Лобачевского. Заметьте, что геометрия Лобачевского появляется даже, она согласовывана с метрикой Менковского, но она появляется даже с оранчиком Менковского. То есть, ну, здесь важно, что эти геометрии согласовывали. Ну, и может быть, я бы не знаю, но не читал, но можно где-то glossol есть горизонт событий, да, может быть, на горизонте события эти параллельно исходятся. Так, значит, дальше. Да, вот, очень интересно для экологов. Для биологов очень интересно. Интересный был. Выгодное. Вот в физике существует один закон эволюции. Его установила классическая термодинамика. Энтропия с временем повышается. Один классический закон. А в науке все-таки существует два закона эволюции. Вы знаете, есть биологический закон эволюции. Когда у нас энтропия повышается, значит, это у нас идет эволюция от сложного к простому. А вот биологи нам подсказывают, что эволюция-то идет в природе одновременно и от простого к сложному. Так вот, здесь, как раз в этой термодинамике появляются два закона эволюции. и два закона эволюции. И, в общем-то, закон, остается закон повышения антропии, классический закон демодинамики. И появляется, но результирует, результирующий закон, это закон, в общем-то, процедурного процесса от простого к сложному. результирующий закон. Это принципиально. И он появляется в физике. Взять не из биологии, не от Дарвина, она появляется независима. И независима, и вот тут же мы, тут мы подходим к стреле времени. К стреле времени. Куда же направлена стрела времени? Ну, вот Пригожин считает, что стрела времени направлена на понижение антропии. А вот здесь появляется вывод, все как раз наоборот. Стрела времени направлена на понижение, я сказал, на повышение, на повышение сказал, да? А стрела времени направлена на понижение антропии. Ну и, в общем-то, в принципе, в классической термодинамике, когда вы понижаете температуру, эндропея стремится к малопостоянной, иногда даже считают, что к нулю здесь не может быть. То есть, эти вот законы эволюции обобщаются, то есть, здесь стандартная физика обогащается принципиально вторым глобальным законом, это результирующий закон, тот, который я сказал. Да. Вот здесь тоже интересно сравнение электромагнитного и традиционного излучения. Значит, вот видите, электромагнитно-когерентное излучение, здесь есть формула на основе электрового потенка, она выглядит, да, и традиционное излучение, да, и выведена формула их отношений. Их отношения. Ну вот, здесь интересно, вот тут подсчитано, это вот эволюционное излучение, как они отличаются, ну, заметите, что они с разными знаками, в общем-то, ну, здесь сравниваются величины. Вот сейчас ставятся интересные, ну, строятся экспериментальные установки по улавливанию гравитационных волн. И где, ну, каждый эксперимент, конечно, он ориентирует на какую-то теорию, он ориентирует на теорию Эйнштейна. И по теории Эйнштейна там получается, что, ну, скажем, гравитационное излучение для массы Солнца примерно меньше на 30 порядков, чем электромагнитное излучение Солнца, да. Вот я, интересно, а что дает вот эти формулы, да. Вот формулы дают расхождение, вот я, что выучили, дают, значит, это расхождение на 26 порядков. То есть точность вот этих вот создаваемых установок по улавливанию гравитационного излучения не хватает еще 25 порядков точности эксперимента. То есть здесь, в общем-то, практически никакого надежды на эксперимент не происходит. Ну, интересно, что когда мы подойдем к квантовому масштабу, я думаю, что... Митрий Павлович, а когда мы подойдем к квантовому масштабу? Ну, сейчас прошло час пять минут, час пятнадцать. Ну, как бы вы хотели? Ну, я хотел не меньше, чем обычная лекция, час двадцать. Ну, тогда 25 минут. Ну, может быть, ну, не хочется оставить, ну, оставили вам вопросы. Ну, конечно, тоже так думают. Да, поэтому я пройду сейчас быстро. Вот для квантового масштаба это фирм, вот это отношение абсолютно точно, аналитически точно получается. И в этом интересно. Да, еще есть нулевая метрика, я сказал, время неподобное, да, в пространстве, нулевая метрика. Вот нулевая метрика порождает два, вот я уже почти дошел на носик, значит, нулевая метрика порождает два особых, предельных, сингулярных состояния, в которых радиус макроячейки равен радиусу горизонта событий. Я все время говорил о макроячейке с окружением, а тут получается, что окружения-то и нет. Вот таких есть в природе два таких состояния. Два состояния. Одно состояние высокотемпературное, вакуумная сингулярность, это называется планковским масштабом, вот дальше будет об этом масштабе. И есть низкотемпературная сингулярность, то, что называется черными метрами. Пойдем дальше. Да, так вот, план, вот даже добрался планковским масштабом. Значит, это вакуумная сингулярность, то есть это вакуумная макроячейка. Но вот тут важно понять, чем отличается, написано, почему он тут уточнен. Дело в том, что, в общем-то, планковский масштаб ввел планк, когда была введена планковская постоянная. Он был введен по соображениям размерности. Тоже, просто комбинация мировых констант с участием в планковском масштабе дала температуру максимальную. Было понятно, что в природе не может быть температура бесконечная, она какая-то постоянная. Так появился планковский масштаб. Здесь, в этой вот обобщенной термодинамике, планковский масштаб появляется чисто аналитический. Без участия вот этой методы размерности, потому что можно потерять там некоторые постоянные соображения из этого размерности. Ну и там есть вот точнее, точнее небольшое, правда. Вот планковский радиус, там планковский радиус, там вот нет двойки классической. Ну, в стандартных теориях, да? Вот, значит, вот что здесь, что здесь интересно? Значит, планковский масштаб, значит, температура 10-32, это вакуум. Иногда говорят, что это частицы какие-то, это чистый вакуум, да, сингулярный вакуум. Но масса, что обозначает масса в этом макроэнергии? Интересно, почему это получается аналитически, да? Величина массы, планковской массы, это, оказывается, равна массе фотона, там где-то было давно формула для фотонов. Да, масса фотонов и равна массе гравитона. То есть, планковский масштаб можно считать и гравитон, и фонон, хотя вот только что мы говорили, что они нам отличаются на 30 порядков, да? На самом деле они при более низком температуре еще меньше, больше отличаются. А здесь аналитически получается одно и то же. Значит, дальше, величины электромагнитного гравитационного излучения давления фотонного и давления фотонного равны величинами, равны. Ну, когда-то предполагали, что это, в общем, так называлось условие энергодоминатности. Так, а вот, вообще, да, вот, и теперь, значит, черная дыра. Ну, вот, и черная дыра, я вот его выписал. Вот это, получается, тоже тогда, когда у вас вот этот гравитационный радиус подходит к радиусу макроячейки, тогда возникает сингулярность. Это уже сингулярность для вещественной среды, для вещественной, для вещественной среды. Потому что вот эта участвует в горизонт событий, то она не наблюдаемая, это вещественная среда, ну, как так, как и плантский масштаб, как и плантский масштаб. Значит, вот температура, это 10 минус 6, значит, масса. Масса, это примерно, немножко превышает массу солнца, ну, и так далее. Вот и дискрет времени тут написано. Вот что здесь я... Тут еще, вот, у меня есть книжка, там и другие характеристики приведены. Вот эту книжку я даже несколько изобрели, я принес, стоимостью 2 билета на метро. Вот. Да, так вот здесь, значит, что здесь интересно, что вот это черные дыры, и сингулярность черных дырей, сингулярность плантских масштабов отличает 38 порядков температур. 38 порядков температур. Ну, и вот эта вот макроячейка, с которой я начал свой доклад, вот, она проходит эти 38 порядков температур. И черные дыры, и сингулярность плантса, они получаются аналитические. И, оказывается, они связаны параметрами. Оказывается, они связаны параметрами. Да, вот, ну, еще, я не говорю, очень интересная такая особенность, сингулярность, плантовская сингулярность. Ну, в общем-то, физика это знает, но не так аналитически точно. То есть, можно говорить, зная вот эти все, сингулярность плантовская, можно говорить о происхождении всех фундаментальных константов. Всех фундаментальных константов. Вот в этой теории их четыре. Гравитационная постоянная планка, скорость света, скорость света, это три известные, и квант, энтропия, и кант. Для этого нужно знать просто четыре параметра сингулярности. Четыре параметра сингулярности. Если вы заложили четыре параметра сингулярности, ну, то есть, это получается как бы обратная задача, то вы задали все эти константы. Какие же эти параметры? Вы должны знать радиус макрой ячейки, один параметр, два. Вы должны знать дельта Т, квант времени, планковский. Вы должны знать температуру, чтобы выйти на постоянную пользу. И вы должны знать массу, массу макрой ячейки. Вот четыре этих параметра достаться, их можно считать фундаментальным, потому что они приводят к фундаментальным константам. То есть, можно было бы всю теорию рассказывать не в этих четырех фундаментальных константах, а заложить там параметры, в эти планковские, и вести этот разговор. И под такой же заклад был, но, по-моему, в нем что-то не ходило. Так, да, и вот еще интересно, что можно найти не только предельно максимальную скорость для вещества, да, а можно найти минимальную скорость, буквально квантскорость. Вот из черных дырю вытекает, что в природе существует минимальная констант скорости, меньше веществе этой скорости не может быть. Это, в общем, плотность этой вот, плотность этой черности, да, она примерно на три порядка, чем ядерная вообще плотность, но частицы там колеблются, там нет, в общем, массы покоя. Вообще, в этой теории термина массы покоя для микроуровода, там всегда только движение, никого покоя. И там нет, и там движение, оно не инерционное на микроуроводе. Ну вот, так вот, значит, какая же это скорость? Это вот, тут формула приведена, квантскорости. Вот она, вот видите, значит, вот как она выглядит. Вот она, значит, сколько там, 10 в минус 30 степени. Вот меньше скорости не может быть. Это скорость, флуктуация вот этих вот частиц, которые находятся в черной, в этой черной, в черной дыре. Да, вот любопытно, вот есть так называемый в физике радиус Шварцшильда. Еще лет, час 20 не выше. Вышел? Час 20. Час 25. Час 20. Я не считал. Как вы хотели? Хотели еще ответить, или перерыв, или вопрос? Ну, вопрос, давайте вопрос. Я хотел сказать о докладах. Примите доклады на совещании с докладами? Нет. Нет, да? Просто смотрите, решайте. Выводы сделайте по оставшейся части. Прогляю просто название чёрной дыры. Я хотел сказать, что это получается в научных случаях как радиус Шварцшильда, только он без двойки. Радиус гравитационный, это известный радиус. Так, чёрная дыра. Продолжение следует... Словесно, да. Значит, на базе вот этой термодинамики можно... Может, у нас есть какой-то... Саш, ты можешь... Может, я на компьютере... Я хочу показать этот самый... Я вам буду рассказывать. Значит, остался вот раздел о термодинамической космологии. Я уже... Ну, о ней иначе. То есть, в основе термодинамической космологии лежит вот эти два симгулярных состояний. И они включены в глоба... В глоба... Вот, есть, есть. А, да, вот это, да. Ну... Это у нас назад. Я знаю, назад. Вот чёрная дыра, да? Да. Вот. Ну, о космологическом я не буду говорить. Здесь, получается... Энштейнская космологическая постоянная. Она, конечно, никакая не постоянная. Завидно. Да, вот, если есть время жизни протона, то ещё эта проверка. Вот эта квантовая часть. Тоже выпускаем. Так. Значит... Значит, вот фрагменты этого... Значит, вот оно... Вся эта космология основана на двух сингулярных состояниях. На двух сингулярных состояниях. И между этими двумя сингулярными состояниями чёрные дыры по термодинамике, они взрываются. И образуется состояние очень близкое... Причём диссипативное взрывается на этот раз. Диссипативное. И получается вот это высокотемпературное состояние. Высокотемпературное состояние. И вот это между... Значит, между этим состоянием идёт метагалактический цикл. Этот цикл даже где-то... У меня он вообще просчитан. Ну, он без гармон, он там даже просчитан. Ну, какое он время проходит. Этот метагалактический... То есть, вот это... Между состояниями. Но... Вернее, надо иметь в виду, что... Меняется не метагалактика, а меняется... Ну, вот галактики какие-то, вот, постоянные. То одна взрывается в галактику, превратившись в чёрную дыру. То другая. И так далее. Ну, вот, что любопытно совершенно, что получается. Что вот этот... Ну, сама метагалактика с миллиардами галактик с точки зрения термодинамики это очень незначительно мало ядра во Вселенной. Ну, физики и математики сказали, что бесконечно мало. А всё остальное это пустота. Это... Ну, вакуум, даже не пустота. И вот... Вот наша Вселенная, с точки зрения этой теории, по существу ничто. То есть, почти... Ну, вакуум. Пустой вакуум. И где-то затерялась в этом вакууме метагалактика. Значит, я... Я обещал ответить на последний вопрос. Ну, почему у нас, в общем, законы физики такие, а не какие-либо другие эти законы? Ответ. Потому что Вселенную можно рассматривать как вечно живущую систему. Вот система, она вечного движения. И все законы подчинены системе вечного движения. С точки зрения этой термодинамики, вечный двигатель возможен, но в масштабе Вселенной. Вот на это, конечно, замечательно. Спасибо, Виктор Павлович. Сейчас через некоторый момент будут вопросы. Коллеги, вот сейчас перед маленьким перерывом Юрий Александрович Лебедев сделает объявление. А после этого будет несколько минут перерыв. Потом вопрос к Виктору Павловичу. Объявление очень короткое. Если кто-то из присутствующих знает мои работы и хотел бы присутствовать на презентации моей книги, которая будет представлена здесь в форме 29 декабря, здесь опять, скажем так, научная презентация. Тем не менее, физическая презентация произойдет вместе с открытием выставки художника Бориса Петровича Гусева, который любезно предоставил мне возможность оформить обложку книги с его картинами. Так вот, если есть желающие попасть на эту презентацию, я попрошу вас написать мне просто письмо. Для того, чтобы включить в список по проходу, чтобы я знал, кто хотел прийти. Пожалуйста, если есть желающие, напишите мне это письмо, и я вам вышлю полностью в программу. Обратите, пожалуйста, внимание, что в конце адреса стоит единичка. И тему назовите. Дата 17 декабря в 18 часов. Четверг. Четверг, 17 декабря в 18 часов. Вот у кого-то есть, повторяю, время и желание. Подробности куда? Это картинная галерея метро Крылатская. Территориально находится. Юрий Александрович, название книги. Многолекое мироздание. Часть первая. Иверитическая аксиоматика. Ясно. Спасибо большое. Коллеги, 5-7 минут отдохнем и будем продолжать дальше. Ну вот сравнение вот этой гравитационной части с экспериментом. Вот здесь, например, можно... Известно время жизни протона. Известно время жизни протона. И аромар как раз считывается аналитическим. Здесь из этого слайда видно. Вот эта теория лучше всего совпадает с экспериментом, чем стандартная физика. Ну еще мне хотелось, поскольку я нахожусь на биологической факультете, что интересно для биологов. Дело в том, что вот это все обобщение сделано на основе классической физики равновесной и частично неравновесной, близкой к термодинамическому равновесию. И здесь линейная часть. Здесь абсолютно нет неравновесной нелинейной термодинамики. Абсолютно нет. Что же скрывается за вот этой далекой от равновесия области? Вот по моему мнению, в далекой от равновесия области скрывается физика жизни. Вот физику жизни надо искать в этой термодинамике, но не вблизи равновесия. Вообще говоря, для меня было, в общем, тоже неожиданно, что все можно было... Вот микроуровень, элементарный микроуровень, он основан на линейности. Здесь вообще совершенно не потребовалось далеко уходить от равновесия. Только ближайшая область. А вот далекая, по моему мнению, далекая область, это физика жизни, это будущая физика. Для биофизиков, конечно. Спасибо. Виктор Михайлович, у вас вопрос, пожалуйста. Ну, вот какие вопросы. Первое. Все формулы, которые вы нам писали, имеют такую структуру. Слева одна величина, справа некоторое количество других величин. И вся эта комбинация, если вот эту одну величину, которая слева, перенести в правую часть, то получится безразмерная комбинация. Ну, всегда надо. Сколько таких безразмерных комбинаций у вас? Вы их, как безразмерные комбинации, вы писали? Нет, у меня безразмерная комбинация, они меня не интересовали. Но вы же ничего кроме этого нам не демоксисывали. Только безразмерные комбинации, из которых вытаскивалась одна величина налево. Но иначе быть не может. Ну, это, ну, в любую теорию можно так превратить. В любую-то теорию. И вы считаете, что это неинтересно? А? Вы считаете, что? Нет, ну, нет. Ну, почему вы считаете? Это интересно. Ну, интересно, в общем, целостность, с которой здесь рассмотрена вот эта версия термодинамики. То есть, вот, для, ведь это же начало только, не начало этой термодинамики. Здесь очень много чего не сделано. Ну, конечно. Ну, это генеральная вещь. То, о чем я говорю, это вещь, которую можно сделать за 15 минут, я думаю. Ну, мне они не интересовались критериально. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, стоило бы поинтересоваться, это любопытно. Нет, ну, можно, значит, вот я даю планковские масштабы и черные дыры. Пожалуйста, вы их превратите, да? Без размера. Я понял, да. Второй вопрос. Любую форму. Ну и что? Второй вопрос у меня такой. Для вас, как для термодинамика, неважно, классического, обобщенного, там и прочее, и прочее, кратинальной величиной является температура. Это так? Какая вещь? Температура. Какая вещь? Кардинальная. Кардинальная. Ну, фундаментальная. Ну, основное, основное понятие для вас должно быть температура. Ну, термодинамика, ну, конечно, одно из основных. Так вот, что такое у вас температура? Вы нам не пояснили. Ну, температура у меня тоже самое, что классические термодинамики. А тогда у меня вопрос такой. В вашей ячейке, в вашей ячейке какое количество частиц, которые обязательно в температуру входят, содержатся? И где у вас в теме релаксации, которое здесь необходимо, должно быть? Значит, ну, во-первых, я увидел в вашем вопросе под вопросом. Значит, сколько в макроячейке частиц вообще считается, что не может быть термодинамика одной частиц? Понимаете? И десяти тоже, и десяти тоже, да? Так вот, здесь в обобщенной термодинамике может и десяти, и одной частиц. И почему? Дело в том, что, когда вы в этой макроячейке уменьшаете число частиц, например, до десяти, у вас одновременно растет неопределенность понятия температуры. И понятие температуры размывается. И когда у вас одна частица, она становится полностью разбитой. Больше того, не в принципе размывается, а оно исчезает. Вот здесь в этой термодинамике ничего не исчезает до нуля. Я уже даже это пока. Нуль появиться не может, то есть она может быть очень маленькой. То есть вы, с одной стороны, говорите, что вы используете классическую термодинамику, что имеет смысл говорить о температуре одной частицы? Ну, понимаете, я исповедую не классическую термодинамику, а основу классической термодинамику. А я говорю об обобщенной термодинамике. Это совершенно... Ну, тогда что такое темпикатур? Вы сказали, что темпикатур то же самое, что в классической термодинамике? Ну, то же самое, да. То же самое, что в классической термодинамике. А тогда как же может быть темпикатур в классической термодинамике? Ну, происходит обобщение этой классической термодинамике. Знаете, что там типикатура не такая, а круглая? Ну, температура, их даже две, когда я беру элементарный цикл Корно, то там фигурируют две температуры, хотя на макроуровне одна. Откуда же эти две температуры? Одна температура, которую мы измеряем, а другая температура сделана с учетом дискретности. Это классики этого нет совсем. Вопросы у меня в развитии предыдущего, потому что действительно здесь нам предложена система, в которую входит новая фундаментальная константа, это постоянный бой. Туда обязательно входит температура. И вот понятие температуры. Вы понимаете, что для обобщения вы должны ввести принципиально новое понятие температуры, потому что применяете выражение фундаментальной скорости. Скорость света у вас входит температура. Все цифры, которые вы даете, вы даете там при температуре 300 кельменов. Тогда как, что такое температура вакуума? Что такое температура? Температура вакуума T равняется дельта T. Полная разбытость температуры. Температуры нет, но одновременно она вроде бы и есть. В термодинамике вы можете оперировать вместо дельта T просто температурой. Хотя подразумевается дельта T. Это улыбка чеширского кота. Улыбка есть, а кота нет. А? Ну, чеширский кота. Улыбка есть, а кота нет. Ну, здесь, понимаете, очень много основан на виртуальных частицах, конечно. Здесь они вовлечены в основной аппарат физики. Вот на чем все это основано. Виктор Павлович, Вы упоминали о четырех агрегатных состояниях вещества. Ну, вот Боголюбов в свое время создал теоретические основы пятого состояния материи. Ну, возможно, это кварбленная плазма, которая проявляет свойства жидкости, не являясь плазмой свойства жидкости, а не газа. Вот пятое состояние материи Вы как-то учитывали? Свои теории. Ну, дело в том, что термодинамика, она такая, ну, феноменологическая. Понимаете, и Вы можете пройти это состояние и не интересоваться деталями. Тут очень много таких есть деталей, которые, может быть, надо поднимать. Да, но вот я прошу 38 порядков температур, и мне не потребовалось это состояние. Виктор Павлович, Вы уже не первый раз выступаете у нас на семинаре, и то, что Вы рассказываете, встречает какие-то трудности понимания этого. Как Вы думаете, с чем это связано? Ну, это очень просто, хороший вопрос. Дело в том, что трудность связана с тем, что, в общем, это рассматривается некоторая концепция физики, и она идет не от фундаментальной физики, а от прихладной физики. Просто я занимался термодинамикой глубоко, да, и вот именно от прихладной физики она и вез. Но физики многие, даже вообще, говорят, многие, и не понимают, что вообще существует проблема времени. Когда мне коллеги говорят, да, что Вы там философствовали, есть время, чего там, не надо. Значит, вот это именно я вижу от того, что это идет от прикладной физики. И физики, в общем говоря, медоверяют, как это физики пропустили. Есть вопрос, связанный с, здесь все время говорится о температуре, но на самом деле, вот как я, помню, как меня обещали в СПАКе, вообще-то, как постоянное больство, вот есть всего лишь пересчетный коэффициент от температуры к энергии. То есть, на самом деле, вот то, что КАТ-ли все время, это просто есть некая порция энергии. Ну, согласно теории, там, равное распределение по степеням свободы, это, ну, стоящий там до численных коэффициентов, это энергия на одну степень свободы. Следовательно, КАТ-ли у нас, вот, по стандартному варианту, если там температура достаточно высокая, у нас есть возбуждение энергетических уровней, если это на кванту, там, колебательного какого-то уровня молекулы, то у нас возбудила температура высокая, там, 300 Кельминов, у нас возбудилось много уровней. То есть, на самом деле, фактически получается, что у нас, так как того, какого-то кванта энергии, это не требуется, то есть у нас, на самом деле, это возбудилось много энергетических уровней, И остывать это может, испуская, переходя с уровня на Луну, и постепенно испуская много-много квантов энергии. То есть вроде какого-то никакого дополнительного кванта при этом не возникает. Поэтому непонятно, откуда там возникает. То есть вы считаете, что вся вот эта энергия является единым неким, получается, квантом? То есть смысл-то, в общем, не совсем по-нему. Есть вообще-то минимальная термодинамическая энергия. Конечно, это гипотеза о том, что это квант. Она возникает вопрос, как объясняете... Я в течение вот этих час и доказывал, что это является квантом. Ну, это понятно. А как же она это согласуется с тем, что у нас при таких высоких температурах, например, при комнатах, это современный физик трактует то, что этого атома возбудилось там много уровней. И в реальном эксперименте можно наблюдать, как идет остывание постепенным переходом. Испуская с тем, сорфотом, так сказать, энергетический уровень перешли на более низкий, на следующий, на следующий. То есть в принципе можно понять, что испустилось много квантов энергии. Не обязательно, он сразу должен с этого уровня скакнуть на самые низкие. Ну, вы понимаете, вы оперируете моделью. Здесь, ну, здесь, ну, таким моделем я не оперирую. Просто я говорю с самого начала, что это гипотеза, конечно. Вы правы, так вас, так и учили, что это гвант, это постоянно больше, это переход, это везде так написано. Но вот я принял, я вам скажу, скажу, как это возникло вообще, эта идея. Когда я первый раз выступил на этой конференции, то мне прочитали целую лекцию о том, что этого не может быть, потому что квантовая механика проверялась экспериментально, это у вас скрытый параметр, а скрытых параметров нет и так далее. Но, понимаете, вот о том, что это квант, можно объяснить на пальцах. Вот есть энтропия, и так это очень часто и поступает. Вот есть у вас энтропия шенона, это энтропия, да? И энтропия шенона, и туда входит вероятность и события. Вот минимальное событие, минимальных может быть два, но не может быть два с половиной. Уже энтропия квант. Вот и на базе этого есть работа, которая пока что нам должна квантоваться. Но это меня такое доказательство, конечно, не устраивает. Но вот эта вот теория, это и есть, в общем, доказательство. Кроме того, вы ссылаетесь на статистику. Вы знаете, я сам, в общем, приверженец той терминами, которую нам преподавали в университете. Поразительно, что Александр Дович Бухман никогда не говорил, и он даже возмущался, что, как некоторые физики пишут, что статистика – это теоретическая основа термодинамики. Вот я говорю, ну, позвольте, термодинамика самодостаточная дисциплина. Зачем нам ссылаться на статистику? И здесь у тебя в статистике не в одном слове. Спасибо. Простите, Виктор Павлович, продолжение вопроса Алексея Львовича. Стало быть, постоянная Больсен – это квант антропии. Но если вспомнить, что постоянная Больсен – это 17 коэффициент перевода единиц других, вот можно ли в качестве кванта чего-нибудь взять, например, ну, я не знаю, 100 или вот сантиметров метра? Да, вот возьмите что-нибудь и получите вот такую теорию, пожалуйста. Просто мне интересно, потому что эта вещь, казалось бы, совершенно произвольная. Конечно, произвольная. Почему она оказывается квантом? Вот тогда другие ассоциации возникают с переводами других единиц, фунтка, там, градусы какие-то, и другие. Ну, размеры же не меняются, качество меняется, но размеры этого кванта как была, так и осталось постоянной Больсен. Нет, ну, это, на сомнение, квант ли это, если у нас субъективный коэффициент перевода? Из одних субъективных, из других. Вот фокус заключается в том, что вот этот коэффициент перевода и нам перено формирует термодинамическую энергию. Смотрите, как устроена механическая энергия, да? Вы постоянно планка, да, постоянно планка, постоянно умножаете на частоту, да, квант энергии. А посмотри, как квант энергии термодинамическую энергию так же устроен. Устроен так же, у нас есть параметр некоторые, да, и некоторая константа. Ну, полные аналоги. Больше того, я как-то делал специалистом ПЛДК, который занимается нано-масштабом. Вот специалисты по нано-масштабу до сих пор даже не знают, как, в общем-то, подойти к этим, теоретически подойти к нано-масштабу. А оказывается, вот с этой теорией, за вот этой ячейкой, и дальше идет квантовая механика. И там и имеется нано-масштаб, и появляется. Так, есть ли еще вопросы? И есть ли желающие выступить в обсуждении? Да, пожалуйста, высыпай меня тут. Так, присаживайтесь, пожалуйста, Виктор Павлович. Илья Александрович, пожалуйста. Я несколько просто мыслей, что называется, мыслей по ходу. Значит, во-первых, как раз идея введения кванта-энтропии мне показалась очень интересной. И, Александр Павлович, отвечая и вам одновременно. Дело в том, что по Бойсону энтропия, это вот, так сказать, собственно, формула, которая дает основание считать К именно каким-то квантом. Потому что это не просто перевод энергии одно в другое, но это связь между количеством микросостояний и энтропией. Вот если логарифм равняется единице, тогда энтропия равняется как раз постоянной пульсменной. И в этом смысле есть как раз физический смысл считать постоянную пульсменную квантом энтропии. И вообще в этом смысле идея, которая здесь заложена, на мой взгляд, очень интересна. Но я ждал, так сказать, развития этой идеи вот в каком смысле. Понятие температуры, которое здесь входит в постоянную пульсменную, и которое вводится автором в всю его теорию, действительно не относится к фундаментальным, потому что классические температуры трактуются для систем, содержащих множество элементов, находящихся, так сказать, в хротическом движении. В то же самое время переосмыслить это понятие, введя квант энтропии, было бы, конечно, чрезвычайно интересно. Что значит температура для единичной частицы? Ведь дальше логика докладчика была. Вот он ввел этот квант энтропии, ввел элементарную термодинамическую ячейку макромасштаба, а, так сказать, результаты нам докладывались, касающиеся отдельных частиц, гравитонов, электронов и так далее, и так далее. Рассуждения шли на объектах, которые отличаются от этой макроячейки на порядке величин. Вот, так сказать, мне этот пафос был совершенно непонятен, как, введя именно макроячейку пространства, макро величину энтропии, дальше все, так сказать, пошло на совершенно другие масштабы, и никак, на мой взгляд, так сказать, вот физически-то и не связано. Ни о какой энтропии электрона или скорости света дальше, так сказать, разговоров не было. То есть содержательная, интересная часть термодинамической, которая была введена постулатами, на мой взгляд, никак не связана была с дальнейшим изложением того, что, так сказать, получившиеся результаты. Я не, так сказать, подвергаю сомнению слова Виктора Павловича о том, что эти результаты следуют из его теории, и, так сказать, точность и аккуратность его расчетов, но логической связи здесь, вот, в докладе, по крайней мере, я не прочувствовал, а было бы это все крайне интересно, и, опять-таки, именно в связи с понятием температуры. Вводя ее в качестве фундаментальной константы, надо было, конечно же, показать, по крайней мере, нам, как эта новая температура, почему она пронизывает, опять-таки, все константы и входит в число фундаментальных величин. Вот Алексей Львович сделал доклад нам по попытке построения, скажем так, элементарных частиц, теории элементарных частиц на, так сказать, субуровне, когда присутствуют некие первичные элементы, комбинация которых дает нам потом в последующем элементарную частицу. Вот у меня, сейчас, так сказать, спонтанно, и возникает ощущение, что то понятие температуры, которое вводится в отделы с докладчиками, и должно было быть обосновано именно наличием каких-то внутренних структур у, казалось бы, единичных объектов, и тогда вот термодинамический подход и какие-то выводы были бы, на мой взгляд, логически обоснованы. Но, каюсь, Виктор Павлович, это спонтанные впечатления именно от доклада. Я, к сожалению, не глубоко знаком с Вашими работами, и, возможно, то, что я сейчас спрашиваю, оно просто, так сказать, прописано там. И в этом смысле, конечно же, многие вопросы будут сняты, когда я это все прочитаю в Ваших трудах. Спасибо за внимание. Спасибо, Виктор Павлович. Павлович, у вас есть возможность заключить два слова? Спасибо большое. Спасибо. Значит, ну что я могу сказать относительно вот этой константы? Конечно, это, в общем-то, квинтэссенция всего доклада. Но если, так сказать, ну, надо оказывать, что, ну, квантэнтропия, ну, существует именно то, что можно было дойти от какой-то макроячейки до, от микромира до мегамира, используя вот это вот понятие кванта, ну, это и показывает, показывает, что это кванты. Иначе, как объяснить те результаты, значит, да, допустим, это не квант. Тогда как же объяснить те результаты, которые я получаю, которые совпадают с экспериментом? С экспериментом. Это, ну, я не могу согласиться. Спасибо большое. Давайте поблагодарим докладчика. Останемся на неделю. Останемся на неделю. Ага. Я вас только заберу. Да, да. Когда захотите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.